Итак, друзья, давайте поподробнее поговорим про разрешение. Если вы готовите файл под полиграфию, например, визитки, листовки или печать А4 формата, то вы используете разрешение 200 или 300 точек. Для визиток, например, ставим 300 точек, для листов А4 достаточно 200. Это минимальный размер, который даст вам хорошее качество при печати. Если вы готовите файлы приблизительно от третьего формата, ну плюс-минус пару сантиметров, можно ставить 96, 144 или 200 точек. Все зависит от того, есть ли в вашем файле мелкие детали. Например, если есть мелкий текст, разрешение повыше. Если у вас крупный плакат, где есть большие крупные элементы, нет мелкого текста, минимальный размер 96. Ну и, соответственно, 44 это для среднего качества, если нет, например, мелких элементов. Формат А1А0 это чуть меньше метра. Можно также ставить 96, 72 точки. Все зависит от того, насколько у вас много мелких элементов. Если, например, вам не нужно высокое качество, достаточно будет 72 точек. Если вам нужно качество получше, повыше, ставим 96. Плакаты размером примерно метр на метр, ну, соответственно, тоже плюс-минус. Однозначно можно ставить 72 точки, 96 я обычно никогда не делаю, бывает в крайне редких случаях. Поэтому здесь 72 точки вполне предостаточно для широкоформатной печати. Например, пленка Ракал на окна, поклейка витрин. Здесь всегда делаем 72 и вполне получаем отличный результат. Размеры 2х3, приблизительно 3х3. Все зависит от того, как далеко будет читаться. Если это там большая высота, например, плаката, то можно 45 поставить. Качество печати при этом будет среднее. Ну, неплохое и нехорошее. 72 точки, если плакат, баннер 2х3 будет на уровне глаз. Здесь тоже вполне достаточно. 72 точки выше не нужно однозначно. Ну, можно 45. Все, опять же, зависит от мелкого текста. Форматы размером 6х3 и более ставим 36 или 45 точек. 45 даже многовато. Я всегда делаю 36, все билборды и ни разу не прогадал. Поэтому здесь однозначно могу рекомендовать количество 36 точек на дюйм. Соответственно, если больше размер, чем 6х3, то также вставляем 36, но не меньше. Потому что дальше будет уже страдать качество, будет размытый контур. Чего бы не хотелось. Вот, в принципе, основные правила. Ничего сложного в этом нет. Я напишу в комментариях весь этот перечень. Надо будет... Найдете мое видео, посмотрите, вспомните, почитайте. Спасибо за просмотр видео. Если было полезно, оставляйте плюсики в комментариях. Пишите, задавайте вопросы, кому что непонятно. Всем спасибо. До встречи. Вы на канале VIP-реклама. Субтитры сделал DimaTorzok